Вас приветствует клуб кинопутешественников. Сегодня 10 декабря, суббота 2011 год. Несмотря на декабрь стоит позднеосенняя погода. Температура в Киви была плюс один, но здесь видимо около нуля. Позавчерашний мокрый снег еще не совсем растаял. Наш маршрут пролегает от платформы Семиполки. Вот она находится уже позади. Это исходный пункт нашего путешествия. Вот здесь мы прошли мимо дачных участков Деброва. И мимо насосной станции, шлюза через обводной канал, подошли к опушке леса. На опушке леса нас встречает развилка. Вот у этого квартального столба находится развилка дорог. Более наезженная дорога влево уводит к селу Рудня, по южной опушке лесного массива. А вот дорога, которая вправо, эта дорога идет в середину урочища Гай, которая представляет собой остров посреди болот. И дороги через это урочище находятся в заброшенном состоянии, местами даже завалены. Но мы попытаемся пройти по всем этим дорогам, поскольку уже у нас есть карты, есть у нас информация некоторая, краеведческая. Мы пройдем до конечного пункта нашего путешествия, заказника Калитянская дача, который находится в западной части Семиполковского лесного массива. А сейчас мы движемся в урочище Гай. Перед нами находится Ольховый лес. Здесь впереди, через километр-полтора мы выйдем на брод. За ним будет примыкание дороги Заворичьи-Семиполки. Это основная дорога через Калитянский лес. И вот мы подошли к цепи болота, которая отделяет урочище Гай от основного Семиполковского леса. Здесь дорога спускается и идет дальше на брод. Но сейчас воды нету. Здесь просто немного грязь, притрушенная первым снежком. И вполне возможно не только пройти, но даже проехать. А вот весной, в период половодия и вообще, когда высокая вода, цепь болот соединяется ручьем, который течет от села Семиполки в трубеж. И здесь присутствует неслабое течение. Но сейчас дорога расчищена. И даже вот видно, тут наложены камни на дороге. То есть явно, что дорогу сделали лучше. Ну и дальше мы продолжаем путь уже в основном Семиполковском лесу. И движемся дальше к заказнику Калитянская дача. Мы движемся дальше по дороге на запад. И вот здесь, в лиственном, вербово-ольховом лесу, стали попадаться вот такие ели. Вот здесь, по северной стороне дороги, стоит группа елей. Отсюда уже начинается заказник Калитянская дача. Он расположен в западной части Семиполковского леса, в наиболее возвышенном месте. Здесь встречаются, кроме лиственных деревьев, ель, сосна. Ну, преобладает все равно лиственный лес с болотами. И чем интересен заказник, тем, что здесь произрастают ценные растения, редкие виды. И также водится барсурь. Правда, кто его видел, это уже другой вопрос. Хотя, между тем, все равно в лесу производятся санитарные рубки. И где-то через пару километров мы выйдем к хутору Калитянская дача. Там находится домик лесника и озеро Копанка. Мы почти уже пришли к хутору Калитянская дача. Не доходя до него полкилометра, мы свернули на юг от основной дороги. Вот здесь остатки кемпинга. Пять лет назад я здесь обедал, была неплохая крыша, лавочки, столик был. А сейчас от него ничего не осталось, только какие-то непонятные битые коли. Его когда-то построили лесорубы. Вот здесь еще южнее видна заросшая вырубка. В 2004 году весной я шел вброд через переток на этой вырубке. Тогда первый раз тут остановился. Итак, вот мы вышли к хутору Калитянская дача. Здесь за вот такой группой высоких елей стоит домик лесника. Он сейчас весь заколоченный, поскольку тут никто не живет. Вот здесь асфальтовая площадка, которой заканчивается шоссейная дорога, подходящая от села Семиполки. Отсюда дорога уходит в Черниговской трассе. А мы вышли вот из этого поворота. Слева от асфальтовой дороги есть небольшое озеро. Можно посмотреть, замерзло ли оно, потому что озеро около платформы Семиполки было затянуто тонким домом. Хотя температура, в общем-то, около нуля, но получается, что за счет ночных заморозков оно успело замерзнуть. А тут по северной стороне дороги раньше тоже была усадьба, второй дом стоял. Но сейчас от него ничего не осталось, кроме погреба. Вон там в глубине остатки старого сада, за мохнатыми елями виднеется погреб. Вот мы сворачиваем к озерцу на хуторе Калитянская дача. Тут основной подход к нему, разрушенная лестница. Вот видно, озерцо затянуто небольшим льдом. Мы попали, наконец, в урочище Журавлева. Несмотря на дождь, который через час уже весьма приутих, у нас есть теплый обед, гречневая каша, заваривается грушевый настой, горит. Неплохой кассир, как видно. На этом наше путешествие заканчивается. Спасибо всем и благодарю за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!